Слово Божие живо и действует, значит, не умерло и действует. Вы сегодня пойдите даже на партийное собрание, если у кого есть возможность, и скажите, вы когда Ленина считали? Ни один не ответил. У каждого в парткабинете стояло там сколько? Томов Ленина там 33? Да, 60. Все это описывает подробно. Нам сказано исследовать описание. Исследовать это не просто прочитать. Вот человек читает, есть такой, даже рекорды ставит. Я Библию прочитал сто раз. Но это, конечно, не православное. Нам сказано читать и исследовать. Господь говорит, как читаешь? Никак. В всей стране ни одной Библии не было до Светхого Завета. Ни одной. Знали, как доставать кирпич, строить храм. Знали. Отдельные были места, где люди складывали приношения. Ну и там и ссор попадался. И когда начали рыть, уже выбрали все деньги. Не хватает, может, рыть и вдруг свиток. Вы помните, как это было? Это единственный экземпляр на весь Израиль. Как же они тогда сжили? И когда прочитали эти книги пророческие цари, он в ужас пришел. И какие изменения наступили. Понесли их пророчесы. Ни одного экземпляра не было на всю страну. Во времена самых жестоких репрестий, гонений от советской власти. Ни разу не было, чтобы один экземпляр на страну был. Баптисты переписывали, прятали. Я говорю, а в тюрьму как? А там сало передают, когда можно передавать, но оно разрезано. Если кусок целиком, ну, допустим, четверть, то его там режут. А если оно разрезано на мелкое, то уже не режут. Они придумали сами. Просверливает, отрезано, никто не будет. И туда, как целопан, или что тогда было завернуто там, или бывают просушенные кишки животных. И туда несколько листиков священного писания. А этих отрезков-то несколько. И там, говорит, мы переписывали друг о друга. Главное, пронести через зону. Это всегда можно найти. Со мной был крест священнический. И когда я понял, что надо отправить домой, исследователь сказал. И прихожу домой, крест этот висит. Вот он лежит здесь. Это он самый. По всей вероятности, это расстрелянного священника. Покажи. Я однажды сижу за пишущей машинкой. В это время приехал человек один. Тихо подходит сзади, надевает мне на шею. А сзади цепочка священническая. Я говорю, что это? Не знаю. Он там нашел и пришел ко мне на дом. А почему? И он не может ответить. Я говорю, я не священник. Я цепочку сразу отцепил. А его посчитал целебным. Приезжали люди. Вот у нас лежит, а на сколько прикасались людей. И не просто так. А у него там на ногах, когда вена там надувается, у него уже лопается никак. Он приехал ко мне, один раз приложил, через три дня говорит, у меня все подсохло, ничего нет, ни операции, ничего нет. Вот это крест, который лежит. Исследуйте Писание. Я говорю, а ты сколько раз прочитал? Это великое дело читать. Одна же Виктор Савченко говорит, у меня сегодня особый день. Почему? Снова начинаю считать Библию до конца. Ежедневно считал. А читать это, если по одному часу в день давать этому, так, 5 раз можно Библию прочитать. Полные, все 77 книги, в течение одного года. По одному часу все считать. Ну а дальше уже дели, как это будет. Я говорю другому человеку, ты считал написанное в раю, там что-то съел Адам этот. Да, это яблоко взял. Где нашли яблоко? Откройте слово. Нет его, а почему? Ну а что там? Нет, там, мы говорим виноград. Если виноград он об тарелке, мы говорим груша. А груша называется и дерево. Это дерево познания добра и зла. Так? Ну да. А плод как называется? Почему не груша, не виноград? Не знаю. Вот уже прибавил. Ну прибавил, нет этого. А теперь считай. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих у нас на выходе с коридора. Не прибавляй к словам его, его с большой буквы, чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом. Ну если спрашивать, он не знает. Словом Божьим называется вся Библия. А слово его, слово Бога, это то, что Бог говорит. И баптисты издали Новый Завет, и места, где прямая речь идет, все красным. Целое издание издали. То есть они все время стараются как-то приблизить, чтобы понимали люди. Прямая речь. В прямую речь входит, конечно же, и Отче наш. Ученики сказали, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. То есть они слышали, хотя они и не его ученики, не Иоаннов были. А от них, видимо, перебирали. Дома что ты? Я сколько раз говорил, берите с собой бумагу, карандаши, ручки. Поднимите руку, у кого сегодня с собой есть? Раз, два, два, все. Это какой процент-то? Вы не думайте, которые не пришли, а то все эти, которые записывают. Записывать надо одна бумажка. Единственная одна обратила человека, как Бойко пишет, когда был в плену у немцев. И пошел там, живот болел, увидел смятая бумажка, открыл Отче нашу. Не знаешь, это Отче наш, что из Библии. Слова его тронули, а комсомолец бывший. При смерти буквально был. И он обратился, и в православие не пришел. Но подвиг жизни он совершил. Сколько он претерпел, сколько его сажали. Пишите. Вот я сейчас говорю, и на следующий раз, кто принесет бумагу, чтобы записывать? Это уроки. И что, непонятно, здесь задавайте, сейчас считали блаженного феофилакста. Кто принесет? Так, дополнительно. Вот еще два человека, как остальные двоечники. Исследуйте Писание. Еще в раю сказано было, в поте лица будешь есть хлеб. Вы думаете, многие люди знают это? Чтобы ты садился за стол, у тебя же пот не смытый был. Ну, как ты будешь потеть, то если ты не потеешь? Значит, надеюсь, что-то после работы, где-то, как-то сделать, чтобы в поте лица было. Выполни эту заповедь, райская заповедь, в раю данная. Вот мы каждый день в Потеряевке благодарили Бога, Господи, Ты нам даешь радость, есть хлеб, не чужой, свой, в поте лица. Батюшка говорит, я вот до обеда пять раз спотел, а мы говорим, а мы только один раз спотеем, и до вечера пот течет по нам. Вы видите сами, выставлены для всех. Выполни это. Сколько людей, которые не работают под разными причинами. Молодой возраст, до 30 лет. Советская власть умела заставить. Два дня, третий день уже не твой. Нарушники повезут тебя. Тунеядец. Я в город только приехал, только-только успел взять, прописаться и скорее бежать на работу найти. И тогда показать, я на работе. Отучили работать. Это первая божественная райская заповедь. Наш лагерь был трудовой, мы учили детей работать, они работали. И работают, взрослым можно позавидовать. Взрослые. Вот исследуйте Писание. Вышел сеять и сеять. Как он сеет? Давайте картину нарисуем. У него висит с собой большое решето, называется сито. Назвать большое. Привязано здесь, вот так, как сказать, повесить сумки. Ну, чтобы понятно было, что значит повесить, это, чтобы огорола не упала. И дальше. А дальше он идет, шагает на пашню, спахал, берет горстью, сколько захватил, и на отмашь бросает. Еще шага два, и опять бросает. Ну, ясно дело, что неравномерно там водит. Не то, что сегодня сейлка, на какую глубину она размерит. Сколько зернышек на один метр в эту полоску. Полоска от полоски ровно, поэтому глядеть мило. А урожай-то был другой. И иное приносит 30, 60 и во 100 крат. А ведь речь идет здесь не о лесных посадках, а о каких-то зерновых культурах. Где сегодня? Во 100 крат. Единственное, где удалось добиться, это кукуруза. Там каким-то генетическим образом, не знаю, есть ее можно или нельзя, она по полметра каждый початок. И вот такого размера, там даже она не похожа на кукурузу-то. И на одном стебле растет там до 20 этих початков. Ну все это делали, и они сумели это сделать. Попутно хотел сказать. Вот что это у меня такое? Медаль. За отламу. Вот я могу даже надеть, имею полное право надеть ее. Ну-ка, прочитай, что тут написано. АЛТ-ГТУ. Так, читай. Что-то плохо вижу, простите. Плохо видит. Так, я пошлю по рядам. Ну, посмотри. Мне ее надел ректор Вестигнеев Владимир Васильевич. Академик, доктор международных, там его звание не пересислишь где-то. Это единственное, не награда. У тебя в кабинете он. Я только вчера нашел, где она у меня лежит. АЛТ-ГТУ имени Ползунова. Ну, вот так, понятно. Вот за этим, что кроется? Ну, в первую очередь, любимый мой российский плак, единственный, Великимир Васильевич. Надо знать, исследовать. Согласно Священному Писанию, каждая полоска объясняется, что вели занятия, это за занятия, за божественные. Чтобы, ну, ректор давал, я даже не слышал, да и награда какая. Одна медаль, это трех, по весу она больше, чем у Брежнева, четыре медали золотых. Это можно обороняться, даже вот так, если ударишь, человек припечатан, и вот сегодня, что считали, падает на почву, вы близко к себе, схватите, это место, вот смотрите, вот теперь я могу сказать, моя гость полно захватывала, и только в одном этом университете я делал занятия 18 лет, два раза в неделю, вторник-пятница, по два часа, по пять месяцев в году, вот теперь умножь это на все, что будет? И вчера Господь позволил мне найти сокровище, о котором уже в интернете спрашивают. Один ходил человек, на первой скамейке сидел, и все время записывал, а потом подходит и подносит, я не знал сколько, вчера я узнал, шесть коробок, в каждой коробке десять кассет, ну, дальше умножайте, шестьдесят кассет, по полтора часа, каждая, ну, девяносто, я говорю, а вы, я выезжаю, я записывал это для кого-то, щедро падало, и я не думал, что упадет на плодородную почву, ты примени это к жизни, это мне, вот все это случилось благодаря вот сестре Надежде, она любит порядок, Виктор Андреевич, не отвлекайся, Константин любит порядок, ему такую бог дал и помощницу, и она говорит, приближается двадцатилетие, как получили вот этот дом, так, а порядка нет, одна у меня полка, а у меня, я говорю, обычный такой, кто какие-то выносит предположения или предложения, я ему и поручаю, помоги, и садилась всегда наказуемо, а вот она пришла, и мы здесь, я только снимал, большой ролик сделал, она, вот она, одна полка, она разжирала, кое-что пришлось убрать, а теперь это тронул у меня, вышел я, теперь машина, четырех машин, это все ее, для четырех машин освободили место, дальше туда сделали, я пришел, посмотрел ее уже глазами, ну, наверное, надо перебирать, и давай перебирать, и не найду одну бумагу, она очень важная, мое завещание, и что о смерти, я пошел завещание сделал, как меня хоронить, Виктор Андреевич, там переводчик, об английский, немецкий, французский, с ними ездил, как меня привезти, в Лиссабоне были, а в котором вот эти здания, кто у меня, Володя, Виктор, и брат Себастьян, только хранить, не продавать, ничего, все дали обещание, и нигде нету, я подумал, играть с этим нельзя, я скорее собрался, и в нотариус, сначала проконсультировался, могут мне дать копию, пришел, промазал мимо, еще дальше прошел, нет того, человека, это искала, за все года не нашла, а почему, тогда я обращаюсь, Слово Божие, мы у вас были, дарили Слово Божие, если оно глубоко вошло, вы узнаете, кто здесь был, работник тот, найти его, в понедельник должен пойти, помолитесь потом, вот, мы что сегодня читали, ты прикинь себе, люди, которые у нас были, ушли, это люди, у которых было не глубоко, ты сразу при меня, в жизни я видал таких людей, да, видал, они ушли из общины, батюшка благословляет, там были, которые уходили, желаю только, чтобы ты ушел к лучшему, пока ни одного случая этого не было, ни одного, и даже не предвиделось, и даже одного дня лучше не было, они сразу начали опускаться на дно, и погрузились в выл, их нигде нету, ну, был-то тут, затер, вы знаете, о ком речь идет, и что там, а там же его, как-то под Микитки, все, замолк, нигде ничего нету, тут хоть какая-то активность была, там никакой нету, и те, которые ушли, они ничего не имеют, кроме того, что здесь получили, вот на столе у меня лежит, видите, какое тут сокровище, кроме календарей, можно все разобрать, ребятишек позовите-ка сюда, я им сейчас подарки сделаю, они здесь, но пока не трогайте, смотрите, в 15 календаре лежит, внимательно смотрите, маленькие календарики, смотрите, некоторые называются дорога к храму, и все храм, храм, это все сеяное, исследуйте писание, в писании нету о том, чтобы звали храм, так, не разговаривайте, молча, значит, что нужно сделать, по одному календарику, каждому ребенку взять, и сколько там, так, это, наверное, 4 надо, этим загуляруем, 4, возьми календарик, Надюша, каждому ребенку, один календарик, да, это очень богатый материал, все православные календари, название, ни одного нет, где бы было Библия, одно место указано, на корочках, ни одного, и за предыдущие годы, и за последующие, этого не будет, даже одна свинья нарисована, как хозяйство вести, 365 листиков, все хорошие календари, скажу, но ни одного библейского нету, вы видели, может быть, календари, которые выпускают протестанты, сектанты, красивые такие, ну, разная природа, и везде выписка из священного писания, видели? Ну, просто приятно посмотреть, здесь этого нету, но мудрости много, там и поэты разные взяты, и чтобы дети хоронили, и между собой делали обмен, при том, у детей, вот эта информация, очень крепко закрепляется, о чем вы говорили, а потом скажу в конце, у них, которая, зависимость попадает от смертников, о смерти надо говорить, и готовить к смерти, это абсолютно нормально, каждое вечернее молитвие, вот мне гроб предстоит, вот мне предлежитая смерть предстоит, мы считаем, для чего, но как, в молитве, Богу, признание Творца, который говорит, смерть и умрешь, мы все дети Адама, вот что нужно, а те, которые умирают, ни одного нету нигде, нет молитвы, нет чтения Слова Божия, нет посещения храма, нет причащения и исповедия, вот причины, которые тех молодых людей подвели к убийству, вот это старайтесь закрепить, а это все в календаре, как есть, их составляли люди, с большими знаниями, они везде брали, и себе напиши, мой имя свое напиши, Ваня, дробот, с кем-то обмен будет, а потом будете знаниями делиться, это я вам подарок делаю, на не на один год, и кто их мне принес, это человек, который был у нас, имя которого на половине книг у меня здесь записано, Галина Кубайкина, вдруг она звонит и говорит, вы книги заберите, вот книги, которые лежат, Новый Завет, она была у меня корректором, и все отдала, ну я, она просила там, Евангелие послал, а она прислала там еще сколько вот лежит, и я еще пинтичку убрал, и вот сколько вот чесноку, люди, которые у нас ушли, ни один не имел причины идти, никакой, а почему? Вот вы считаете, в интернете опасаться надо, своих опасаться надо, своих, потому что враги человеку не в интернете только, но домашние, самые близкие, кому ты доверяешь, вместе ходили в дом Божий, разделяли искренние беседы, и он поднял на меня пяту, вот каких Давыд поминает-то, а эти-то где-то, детей им просто, не надо им, мне еще раз звонит один из Клайпеды, Литва, и говорит, вы говорите, к вам приезжали баптисты отделенные, у отделенных нету компьютеров, я говорю, как нет, а зачем они у меня брали визитки, я спросил, есть у вас выход в интернет, они ответили, есть, разрешено у нас, только фотоаппарат, вот еще как люди содержат, это не подпольщики какие-то, учат, но они охраняют детей, вот таким путем, нету, вообще нет, ни телевизора, говорит, ничего у нас нету, и они не темные, кроме фотоаппарата, а фотоаппарат, это хорошие снимки, учат любить, красивые, вот вышел сеять Ельсеевич, что посеяли, посеяли, а теперь терния пожинают, я беру только то, что здесь написано, потому что мы везде добавляем, и когда говорится, что Слово Божие, вся Библия, ну, три названия у Библии, Святая Библия, Слово Божие, Священное Писание, другого нету, когда говорят вот эти слова, это речь идет о Библии, труды Златоуста не называются Словом Божиим, а он толкует Слово Божие, но когда говорят Слово Бога, а сказать Библия, это все Слово Бога, нет, там много не Божие, не Бог говорил, там есть и колдуны, сказал безумие сердце своим, нет Бога, 13-й, 52-й Псалом, а вот отче наш, ученики попросили, молиться, он их научил, можно ли добавлять к молитве, не добавляй, не прибавляй, чтобы я не обречил, мы сидим с батюшкой, я говорю, ты считал эти слова в коридоре, притче Соломона, да, зачем добавляешь, а где я добавляю, и ты не знаешь, где добавляешь, в алтаре добавляешь, в алтаре, в самом освещенном месте, и притом ежедневно добавляешь, это добавляют все до одного священника, все до одного архиерея, и все до одного патриарха, вы Бога не боитесь, и бог вас очень легко обличит вы все до одного будете лжицы понимаете молитва молитва всем молитвам какие есть молитва очень наш и вы к ней добавлять посмели добавлять а где я говорю читай он начал читать я подожди избави нас от лукавого что там стоит . дальше что вы тоже добавляли все это явно стоял здесь и добавляйте то что у вас там дома где-то но не к молитве господи ибо твое и старство сила и слава вовеки а ты добавляешь ибо твое старство и сила и слава отца и сына и святого духа где-то отца и сына и святого духа нашел там не сказано что ты злое добавишь доброе доброе если ты добавишь бог одинаково тебя накажет а что это за волы там мучат а это я оставил их богу в жертву богу жертва нужна а я тебе как говорил все что есть предать мечу но я для бога для жертвы бог отнял царство ты уже не царь я с тобой разговаривали как с отверженным вы знаете кто это говорил пророк самуил первый великий пророк в израиле а саул это первый царь которого они выпросили и во гневе дал вам царя говорит потому что вы просите вы отвергли не самуила вы отвергли меня говорит господь в нем бог говорил и теперь к молитву очень наши везде добавляют попробую брать я церковно все но я должен принимаю я должен рассуждать добавлено или добавлено ну а что но докажи что не добавлено добавлено считай дальше добавил бог обличить тебя на суде божьем ты больше лжецом что нельзя было в другом месте составить отдельную молитву и как господи помилуй сто раз считать слова отцу и сыну святому духу и на ней пресно во веки вековыми опять слава отцу и сыну святому духу полезтовки сто раз зачем молитву залезли господню а кто не говорил никто никогда за 2000 лет не слышал протестантов этого нет они не добавляют одиннадцатых них выбросили а там написано не от ними это ужасно почему господь говорит придя сын человеческий найдет ли веру на земле господи да двадцать одна тысяча вер сегодня нет ту веру который я оставил как ты не убоялся добавить вы это когда просчете вы каждый день молитесь об этом вот мы молимся дома ежедневно мы в конце года почти перечисляем это перечисляем святых я посмотрел примерно 77 святых мы ежедневно утрами перечисляем если я молюсь семь раз семь раз я по 77 ну считай сколько те же святые мученики отдельно десятка поклонов святые отдельно жены и девы ты если это услышал молишься ли о переводчиках мы ежедневно молимся кирилла мефодий инокентий николай японский и дальше переводчиков филарета архимандрит макариев и всех переводчиков священного писания только отпоминаю тех которые канонизированы переводчики а у нас есть ник и главное это переводчики главное папский герасим петрович псалтырь это его каждое слово его и что что мы в церкви по-русски считает атомы папского герасим звать помолитесь хоть раз где он мы не знаем это воспитатель царских детей он рискнул для студентов академии духовной он преподаватель профессор перевести его просят мы студенты академию кончаем после семинария они понимаем что есть а вот то знаете еврейский язык писал учебники для еврейских школ то есть таких переводчиков нету сегодня это мне не кто-то говорил александр мень еврей который с оригиналами еврейскими работает но знание моего даже сравнить не надо сколько они ниже нет таких переводчиков а его даже не поминают ни разу нигде и он как ездра скольких он людей поднял и перевел студенты налитографировали 500 экземпляров сразу сообщили жандармерию там паника поднялась архиереи императору жалоба библию на русский язык перевели розыск сделали кажется три экземпляра сумели спрятаться там я сразу сожгли его арестовали это отношение в россии к библии и сегодня на календаря мы везде посмотрите так чтобы на заголовке вот так было написано числа какой вот открытым оком и откуда взята глава стих вы кто знает такие книги чтобы надо корочки было название из библии местописания я никогда не обращал внимание но вдруг мне присылают из германии годом там кажется диссертацию защищает я взял из книги называет открытым оком мое авторство и местописание мне библиотека отвечает где книги это же место писали почему так это в названии книги вот теперь я понял что был сделал это супер уникально ну а как узнать по любви сделал ну то что вот 30 томов и везде слово божие что тут видно нет что написано числа какие числа двадцать четыре три пятнадцать все 30 томов 30 томов да еще в интернете 3 и умножить на тысячу и в каждом томе еще ссылка по три тысячи ссылок на библию люблю я библию или нет как андрея кора быть необыкновенный пиетет а то что любовь к библии я люблю всех художников мира больше всего одного и он 12 раз у меня на книгах вышел гюстав даре и это его гравюры гравюра это вырезали на дереве у него целая школа была и кроме того вот здесь вот 230 его гравюр который мы раскрасили любим его или нет любовь свою докажите им вот я хочу сказать что бог дал мне любовь это благодать божия такая и я ее выразил вот гюставы даре то что он библию иллюстрировал ну и на книге есть выбирал выбирал как назвать его коротко два слова и местописание это любовь я в завещании оставил что меня похоронили когда заламинирована завернута нескольких слоев лежала евангелие новый завет и на кресте висела заламинированная сергей пупков будь бодр я просил тебя сделать и когда у меня на кресте не будет висеть кто-то взял написано берите написать опять повесить я хочу из гроба проповедовать слово божие таких завещания тоже нигде не читала как узнал на молитве исследуйте писание и тогда ты будешь знать что такое сеять сеять щедро всюду во время и не во время но не во время сейчас такое мы едем это время если бы в эфире то звучало слово божие чтобы было вот каждом томе три тысячи ссылок умножь на тридцать девяносто тысяч в одном из империи только это больше чем сайт сама библия любовь выражается в щедром сеянии в щедром урожае по благоволению божию по милости его великой а тут случилось у нас так я вспоминаю разговор вчера был с братом игорем он подтверждает это златоусты считает не полностью сокращают это не просто так я это говорил когда собрались священники передать нынче не приезжал митрополит он в беларуси был в это время я говорю батюшка вышел и надо там игорь кажется глушков считал да ладно не надо его ты кого прерывал по понимаешь я ты ради мир здесь плотского собрания нашего ты кого зазираешь батюшки говорю батюшка сидит слушай и эти все тут архимандриты кто там ты что делаешь вот златоуст приехал к нам вместе с ними и он вышел говорит разница ты небольшая сам он говорит или хорошо просчитает чтец конечно не бубнит четко ясно вот у нас потеряйки лучше всех глушкова никто не считает понятно сегодня замечание брата ничего туда я за не мог как не стыдно такие слова говорит таком возрасте напрягись я говорю дочь твоя упала бы в воду ты закричал караул да громко закричал на другом конце обиды услышали на другом берегу златоуста сокращают а почему ну давайте маленько то мозгам дадим волю почему и при том библии не проповедует проповедей вообще нет во многих храмах это пётр мещерина пишет увидел юношку своего который храм ходил и увидел это где-то через пол года я говорю почему тебя в храме то нет а я ушел из православия я теперь баптистов посещаю почему я люблю слово божие нигде нет я почти все храмы москвы обошел нигде не звучит а у них хоть как-то проповедует это пётр мещеринов архимандрит пишет настоятель данилова монастыря понятно вот за это мы будем отмечать службу сократить нельзя счастнейших уровень я просил прошу раз когда батюшка служит сколько раз утром вечером читаете да еще и припевы счастнейших уровень попробуй выпусти один раз спросят и священник боится нельзя сразу но то что они проповедуют за всю жизнь ни одной проповеди ни одного евангелия не распространил никто не спросит понятно что мы не те и други я нахожусь еще две мне представили материал из проповеди митрополита сурожского антония блюма и он говорит рано или поздно как пеофан затворник надо рассмотреть как далеко мы ушли от первого христианства в обыденной жизни мы не имеем права называться православными мы не любим слова божия он как будто бы у меня из книг взял мои слова и говорить но он сказал это раньше я еще может быть и храм не ходил повторяю теперь я буду ссылаться в кавычки это взятая прямая его речь и считать нельзя просто так применить жизни вот мы сколько сегодня читали и что изменились когда пойдем другие будем охват этот вот это я узнал вот это вот надо было а это вот надо было вечером уже помолились опять придите поклонимся вы бачка мы уже шапки в руках держим счет опять пять минут тебя что трогает не в этом дело почему докат она считалась это отдельно моление было так там какой час то его теперь перенесли суда прилепили после службы придите поклонимся это только шагнули мы в храм и сразу звучит придите поклонимся это в конце богослужение этому мы не хотим просто узнать я не против богослужения пусть будет все есть златоуста не сокращать сокращали много читала теперь у меня мама из старообрядцев она и листовка и там какая-то у них пустыни и лесовки эти делала и продавала она 40 у них не нет десятками а там 40 там 17 ну такое 33 33 это в воды жизни христа какое отношение это имеет сереже будь внимателен я посчитала там нету одно это бабушка который перекручен другой раз взял там 2 она так испугалась а поехал к то есть и не следствует его теперь посчитай сколько ты не домолилась никон когда узнал что там в греции молятся аллилуйя 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 трижды не дважды он страшно испугался патриарх страшно испугался одно аллилуйя утеряны было да нигде нам не указано аллилуйя там сколько раз говорит а что утеряно слово божие что народ библии не знает что возникновение всех сект ереси благодаря тому что оставили слово божие а если было от добра не ищут добра люди которые у нас были города ваши что тут и занять оттолкование вот я наткнулся мне новое вчера там один башкирец мусульманин которые если из грузии вот я теперь увидел настоящих православных право провожали наши засняли их они уезжали василий был и теперь она щурками называет вот не матов ничего нет как одеты люди все во внимание берут а то сеяние твое сеяние вот у нас дома перед как я уж не знаю а вот кто все время и дома вот такую форму носит на голове я про голову говорю но вот я могу показать которых я знаю а мусульмане они все ремонт надежно сильно смотрят она не снимает себя никогда она и спит наверно так мусульманки всегда где бы она ни была по городу идет мы видели во франции черные черные там с юга где-то она такая грузная женщина идет одета только вот видно у нас этого нет у нас называется мимикрия только часто переодевалки дальше падал под подтянула и пошла одна сестра говорит меня обличили что она поехала в брюках оказывается на сад но рано или поздно все равно споткнулась с тех пор я не стала внешне говорит неважно это неправда внешне очень важно это настолько важно что бог первую одежду в ателье сам шьет им отдел и отдел и шкур это бог первое отелье в раю было это очень важно самая важная специальность это сельское хозяйство второе это я не знаю как текстильная промышленность назвать шьют материю делать и третье это строительство а все остальное дальше и она нужно или не нужно это уже вопрос другой вот если сеешь ты все это должен знать что сеять вопрос никто не знает вышел все эти сети а что он сел не знаю можете ищем ищем завода а сегодня ищем это никуда все пиво все на этом а сколько у тебя гектара 2400 2000 гектар чтобы сохранить детей в их души нужно посеять живое слово божие и показать насколько выше звание просто христианина быть православным христианином какое у нас толкование вот на этот вопрос кто переводил я не могу сказать я только могу сказать что все места священного писания у златоуста там по-славянски и у нас был и романах нафанайл судников он работал здесь армандо от итальянского какой-то товары и он вручную стал перепечатать все 12 того к чему я вначале приступал чтобы все места заменить и житья святых он не знаю больше половины тому перепечатал и вы все места перевел на взял скопировал по синодальному переводу еще один переводчик которого нужно запомнить хвольстон еврей принявший православие даниил абрамович профессор лепсовского университета большинство в ветхозаветных книг это его перевод даниил хотя бы этих запомните не знаю я посмотрел мог ошибиться даже не каждый день мы он не канонизируем его не молимся и поэтому проверьте зарядить еще посмотрите и вот то что сегодня прочитали надо оживить чтобы она заговорила с нами вот если в доме ты один тебе никто ничего не скажет если не молишься если кто-то еще есть он рано или поздно подскажет вот у вас там шторки закрывайте они все у вас наполовину открыто а свет зажигаете свет не сжигать пока не закройте вот как даже грамма чтобы нигде не было видно почему это и так понятно почему чтобы враг ничего не поведел и не увидел если мы желаем слово божие оживить его надо применить к себе и златоуз говорит присваивать научиться ты услышал и сразу размышляю а как я на это смотрю а если бы я рядом с христом стоял а если бы я в апостольской церкви первые был бы с кем бы я пошел взяла меня павел свой миссионерскую поездку не отстал бы как марк ну научитесь рассуждать и себя вставлять присвоить умер за весь мир ты должен все время говорить умер за меня жена не стревожь мужа у нас очень часто бывает так что муж я идут за женами а в этом спасения нет муж глава и что он сказал и даже на не должна письмо отправлять пока в конце письма и прочитав муж не поставит аминь вот все где услышал что во славу божию спасибо христос и 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